всем здравствуйте с вами на связи лень и я приветствую вас на своем канале в начале расклада хочу поблагодарить вас за поддержку за то что вам нравится идея глубоко погружаться в себя узнавать себя и вот это вот мое новое направление микс психологии и таро нашел у вас отклик конечно же я даю себе отчет в том что та целевая аудитория которая была у меня до этого момента многие вещи вам будет непонятно и эти люди будут уходить с канала я это понимаю я это осознаю но с другой стороны я расту и и как таролог и как человек и люди тянутся за мной если я буду оставаться на том же самом уровне только потому что это кому-то понятно и это кому-то привычно и ну не будет развития у меня все-таки моя задача как мне говорили мои учителя сланкого плана это проходить проживать свой какой-то опыта определенный расти развиваться и на этих новых энергиях делать расклады чтобы и вы развивались до через энергии чтобы вас включался вот этот вот импульс для роста поэтому если моя расклада будет вам не созвучны как-то непонятно если вы чувствуете что что-то раздражает либо еще что-то просто понимаете что наши пути разошлись и теперь вы либо выросли такой тоже может быть вы меня переросли и вам нужно идти самостоятельно либо наоборот не по пути просто потому что нету унишена и это самое важное вот и и на еще один вопрос я отвечу буквально не то что на вопросы на один комментарий многие пишут касательно того что насколько я не уверена может быть это то что транслирую я до либо вы так понимаете не знаю на самом деле я у меня нет сомнения касательно своего профессионализма либо касательно своих знаний у меня всегда есть сомнения как раз таки вот именно по этому поводу что меня не поймут что я буду непонятой да почему потому что я стараюсь разговаривать на простым языком но есть вещи есть понятия которые если у вас нету схожего опыта вам это будет сложно понять и поэтому мой язык будет казаться вам непонятным что я все усложняю и объясняю достаточно трудно причина скорее всего не в этом а причина в том что есть какие-то вещи и а если вы не доросли если у вас не было такого опыта дата у вас и не будет этих понятий и поэтому кажется что вот ну очень сложный поток стал скорее всего не поток стал сложный а уровень стал чуть выше и поэтому многие вещи непонятны еще расскажу и я не считаю себя как в контексте профессионализма неуверенным человеком в каких-то других момент тогда может быть касательно личной жизни либо еще что-то да может такое быть но не в контексте профессионализма мои сомнения только связаны с тем насколько я могу быть понятой до насколько почему потому что опять таки передо мной стоит задача да то есть я никогда ничего не делаю просто так у меня есть задача у меня есть мои учителя с тонкого плана которые говорят тебе нужно дать вот эту вот информацию а когда информация сложная мне приходится подбирать какие-то слова и тем самым я искажаю информацию то есть мне нужно понимать либо я буду очень сильно искажать эту информацию либо она будет приближена к истине но при этом она не будет понятно вам и вот это вот ощущение да что я буду непонятой ощущение того что я не смогу донести информацию вот это вот единственное что вызывает вам не сомнение что моя информация она будет нужна у меня желание знаете охватить это вот Чисто эгоистическое такое, охватить как можно большее количество людей, чтобы помочь им пробудиться. Но это чисто, опять-таки, эгоистичное. Это не имеет к развитию никакого отношения. Потому что я, с другой стороны, исходя из логики, понимаю, что я не для всех. И, скорее всего, даже для малого количества людей. Я отдаю себе отчет в этом. Но все-таки я тоже живой человек, и сомнения приходят. Но, опять-таки, поясняю, не по поводу профессионализма. Вот что я хотела вам сказать. Мы с вами сегодня будем разбирать расклад. Расклад у нас будет на три позиции. Предложила его девушка-женщина под ником Солнце-Солнце. Какая я мать для своего ребенка? У нас с вами будет три позиции. Мы будем смотреть на Тару Темного Света и на двух колодах метафорических. И у нас будет по четыре вопроса. Три позиции наши известные камешки и цвета. Все время красный выпадает последний. Не знаю почему. Первый значит голубой. Второй зеленый. И третий камешек красный. Ну и, соответственно, первая позиция, вторая и третья. Голубая, зеленый и красный. Есть тайм-коды. Кому неинтересны болталки и вступления, сразу перематывайте на тайм-код свои позиции. Итак, надеюсь, вы определились. И мы с вами приступим. Так, вот эти вот две я отодвигаюсь сюда. Второй. И первая позиция, голубой камешек. Тема нашего расклада. Какая я мать для своего ребенка? И начнем с того, как я сама себя вижу и оцениваю. Как вы сами себя видите и как вы оцениваете себя. Так. Ну, вы очень интересная личность, да? Я могу сказать, что вы достаточно такая, знаете, серьезная, с огромным багажом. Знаний, как минимум. Про опыт не знаю, но вот знаний у вас достаточно. И вы себя считываете как человека, который иногда, может быть, да, уходит от каких-то перемен. Уходит от какой-то ответственности. Возможно, в вашей жизни уже были такие ситуации, когда что-то менялось. Причем менялось достаточно быстро. Вам нужно было быстро адаптироваться ко всему. И вам это было, ну, не совсем комфортно. Вообще перемены, они вам даются не то, что вы их не любите, да? Вы можете, да? То есть вы тот человек, который достаточно быстро адаптируется к любой ситуации, да? Идет в новое. Вам нравится новизна. Но если была бы такая возможность оставаться на каких-то прежних своих базах, да? То вы бы это сделали, ну, с огромным удовольствием. Здесь еще, знаете, здесь присутствует... А у вас какая-то некая двойственность. С одной стороны, иногда бывают такие моменты, когда вам самой хочется, как маленькому ребенку, да, как-то вот порадоваться, пошалить, да, может быть, что-то сделать. Здесь ощущение того, что либо вы сами воспитываете, одна воспитываете, да, ребенка. Либо, ну, вот это вот, я имею в виду, без отца ребенка. Либо здесь такая, знаете, вот серьезность какая-то присутствует. И может быть очень много ответственности груза. И вам это иногда... Ну, вы устаете от этого, да? То есть здесь присутствует какая-то усталость. Но при этом вы считаете, что вы достаточно справедливый человек, да? Вы тот человек, который не любит рамок. Вы тот человек, который не любит обязанностей. И, ну, вы знаете, когда кто-то говорит, вот надо, да, вы это не очень-то и любите. И я могу предположить, что вам иногда бывает трудно выставить какие-то, знаете, вот границы ребенку, да, сказать, вот это вот можно, вот это нет. Почему? Потому что вы достаточно справедливы, и вы можете входить в позицию вашего ребенка и понимать, да, что... Ну, я понимаю, что ребенок не хочет, допустим, сейчас там заниматься что-то, читать какие-то уроки, ему хочется поиграть. То есть я его понимаю, но есть слово надо. И вот иногда здесь у вас вот всплывают такие вопросы. Еще есть моменты, когда вы не совсем уверены, да, в том, в каком направлении, да, вам нужно вот воспитывать вашего ребенка, да. То есть, а правильно ли я поступаю? Ну, то есть с точки зрения логики вы понимаете, что да, а вот с точки зрения именно психики вашего ребенка иногда вы, ну, где-то сомневаетесь. Здесь, может быть, знаете, связано либо с ценностями, да, семьи, насколько вы ему прививаете, либо может быть, знаете, сомнения по поводу того, что, ну, а нужно ли ребенка как-то вот баловать, то есть нужно ли давать ему, там, я не знаю, карманные деньги, сколько ему нужно помогать. То есть здесь, с одной стороны, либо здесь может быть такая, знаете, двойственность, нужно ли разрешить ребенку самостоятельно выбрать, допустим, профессию, да, в каком направлении он будет развиваться, учиться, двигаться, это если у вас маленькие, да, дети, ну, то есть школьного возраста, либо вот, я не знаю, ну, выпустить его, ну, довериться, да, то есть довериться и пускай он сам выбирает то, что ему хочется. То есть, с одной стороны, как-то вот влиять, здесь двойственность присутствует, влиять ли она ребенка, либо не влиять. Ну, вот здесь вот ценности, по крайней мере, семейные, да, либо материальные, вы ему прививаете, да, может быть, часто говорите, что вот ты, допустим, школа для тебя это тоже работа, вот как я хожу на работу, зарабатываю деньги, а ты вот через оценки, может быть, тоже зарабатываешь. То есть вы показываете, прививаете ребенку любовь к труду, да. Да, но внутри вас здесь такой вопрос, что выстраивать вот рамки и границы, вот вам хочется свободы, и эту свободу вы хотите дать ребенку. Но когда вы смотрите на социум, то какие правила, да, есть в социуме, вы понимаете, что привив вот такую свободу, которой бы вам хотелось, да, ребенку будет сложно, да, по жизни. И вот здесь вот бывает иногда так, что вот вы перешагиваете через какое-то вот это вот свое внутреннее желание, да, как хотели бы вы. Здесь ощущение такое, что вот была бы ваша свобода выбора, вы бы как будто бы немножко по-другому, да, воспитывали ребенка. Может быть, здесь даже еще как-то вот бабушки тоже как-то влияют, вот, на ребенка. И вам это, может быть, тоже, ну, не совсем нравится. Также вы себя оцениваете как человека такого, знаете, достаточно передового, да, то есть человек, который постоянно чему-то обучается, да, меняется, какие-то идеи к нему приходят, вот он пробует, да, воплощает. То есть вы как будто бы некий такой исследователь по жизни, и вы эти ценности передаете своему ребенку. Но иногда вы бываете такие, не такой, знаете, достаточно импульсивный, да, можете, ну, очень быстро отходите, но при этом вот эта вот ваша импульсивность, да, что-то, может быть, сказать на нервах, да, может быть, вспыхнуть, оно очень быстро проходит. То есть вы не держите обиды, вы не держите зла. Да, у вас семейные ценности, они вот на первом месте, то есть вот понимание, да, что такое семья, насколько она важна, ну, либо, по крайней мере, вам этого хочется, да, чтобы вот ваша семья, она была сплоченной, чтобы ребенок понимал, да, что значит семья, насколько она цена. Я уже из-за этого могу предположить, что, возможно, вы воспитывались, ну, либо не в полноценной семье, либо в той, когда у вас не было вот этой вот ощущения семейности, и вы хотите как раз-таки противоположное, да, создать семью такую, в которой вы будете, ну, вот был бы вот этот вот уют, кайфу, комфорт, чтобы было ощущение вот этой связанности, да, один за всех, все за одного, единства некого такого. Вот, вот такой вы себя видите, такой вы себя оцениваете, ну, такие достаточно хорошие позиции, то есть вы не играете, например, ну, то есть здесь правильные роли в контексте того, что вы не являетесь, например, для своего ребенка, там, другом, подругой, то есть когда, ну, есть какие-то, какая-то определенная иерархия, да, я не говорю о том, что ребенок не может с вами поделиться, вот, или подойти к вам что-то рассказать, нет, ну, вот эта вот иерархия, она всегда присутствует у вас, и это правильная позиция. Какой вас видит сам ребенок? Давайте посмотрим, как вы себя оцениваете, как мы это посмотрели, а теперь посмотрим, какой вас видит ваш ребенок. Знаете, здесь у меня идет ощущение того, что как будто бы вы ради своего ребенка, да, то ли, может быть, в очень раннем возрасте, да, родился у вас ребенок, либо дети, и вот такое ощущение, что вы как будто бы пожертвовали какими-то своими мечтами, какими-то своими идеями, ну, то есть не реализовали что-то, да, почему? Потому что в вашей жизни появился ребенок, и надо было выбирать. Вот здесь вот такое, он видит вас, либо вообще вот это вот ощущение того, что есть у вас какие-то мечты, которые вы не реализовали, да, либо наоборот вам, то, что я и говорила, да, не хватает вот этой вот свободы, легкости, может быть, знаете, вот заморачиваетесь, да, очень много у вас обязанностей, и, может быть, бегаете, как белка в колесе, и вот выдохнуть не можете. Вот это вот, знаете, успокоение какого-то внутреннего, да, когда вот идешь, например, по улице, и тебе ветер в лицо дует, он такой приятный, он не холодный и не жаркий, но приятный. И вот вы прям хотите дышать полной грудью, вот здесь вот такое ощущение. Также ваш ребенок, видите, если он достаточно уже взрослый, ну, то есть подростковый возраст и после, да, либо наоборот зрел, у которого уже там своя, может быть, семья, здесь вот ваш ребенок хочет как раз-таки вас поддержать, стать для вас опорой, да, вот как будто бы здесь как-то роль уже меняется, да, то есть когда мама уже стала взрослой, да, и не столько она заботится о ребенке, сколько вот здесь вот ваш ребенок почему-то, мальчик мне идет, вот, хочет о вас заботиться, да, вот вас как-то поддержать, да, может быть, подарки вам какие-то дарить, вот. Вот, но вот здесь, вы знаете, ощущение того, что, ну, вот ваш ребенок видит, как будто бы вы лишены были, да, либо как-то детства, либо, ну, вот чего-то вам не хватает. И вот эту вот нехватку, да, он очень четко ощущает. Вот я говорю, то ли вам не хватало, вот знаете, как-то семьи, и, может быть, вы как-то воспитывали сами вдалеке от своих родителей, да, то есть вы жили в городе, допустим, а родители в деревне, ну, и большое расстояние, вот, и не было возможности помочь вам в воспитании ребенка. То есть здесь вот нехватка какой-то помощи, такое ощущение, что вот вы все на себе тащите. И здесь вот ребенок это видит. Может быть, здесь даже разведенные какие-то пары, да, и вот это вот, знаете, он видит вас, ну, по крайней мере, считывает, да, с полю вот это вот ощущение какой-то брошенности, да, что вот вас оставили, да, неважно, справедливо или нет. И вот здесь вот ощущение того, что у вас была какая-то возможность, допустим, создать свою, ну, устроить свою личную жизнь, да, найти себе как-то партнеры. Вы вот как-то выбрали именно воспитание, ну, на первый план, да, воспитание ребенка, а не, ну, лишив себя как-то, вот, может быть, на какой-то период, да, личной жизни. То есть ощущение того, что как-то вы себя сами закрываете, да, и причем при том, что ребенок видит, что есть какое-то решение, да, то есть как можно было бы поступить иначе. Но вы почему-то так не поступили, да, вы как-то закрылись, да, предпочтили какую-то вот старую форму, да, ну, более известную вам, ну, ну, не пошли в это новое, да. Хотя он видит вас вот именно, какой еще он вас видит? Ну, вот он видит вас, что вы какая-то такая, знаете, которая женщина, которая тянет все на себе, да, все на ней. И работа, и дома, и воспитание, и все, все. Вы знаете, вот уставшая, женщина уставшая, вот такой вот он вас видит. А какой он вас видит по характеру, да. Что иногда вы бываете очень жесткой, да. Иногда, когда, ну, не то, что упрямо, а иногда, когда вот вам что-то в голову войдет, да, вот сложно очень с вами как-то договориться, да, вот бываете упертой. Ну, это, скорее всего, от усталости, да, больше я могу предположить. Не потому, что у вас, ну, не хватает ширины сознания, да, чтобы принимать какое-то другое мнение. Нет, не поэтому. Вы очень умная женщина. Могу сказать, даже достаточно мудрая. Но здесь иногда вы не можете контактировать с человеком, да. Может быть, вы закрываетесь, да, закрываете свои эмоции, не показываете, насколько вам тяжело, насколько вам сложно, да. Ну, чтобы не расстраивать, там, детей, либо людей, которые вас окружают. Вот. И носите вот это вот все в себе. Бывают такие моменты, что вот, ну, под горячую руку попало. И вот когда вот к вам попадает под горячую руку, это, ну, это очень-очень больно бывает, да. То есть вы можете обидеть. И иногда он видит вас, знаете, как человека достаточно такого прямолинейного. И вот эта вот ваша правда, да, она делает больно. Ну, то есть не то, чтобы вам надо было соврать, но просто здесь ребенок понимает, что можно было иначе, да. Можно было быть как-то, ну, более гармоничным, что ли. С другой стороны, он видит вас как человека, которому вот прям вот необходима пара, да. Если у вас, ну, если вы одна, да, здесь, скорее всего, да, без партнера, что вам вот необходимо, знаете, чтобы это вас как-то уравновесило, да, что вот вам нужно нацелиться на какую-то внутреннюю гармонию, что вот вам не хватает любви, вам не хватает вот чувств, да, что может быть вы даже достаточно ранимы, вот, и не совсем доверяете, ну, другим людям. То есть здесь ребенок видит, что у вас есть какие-то эмоциональные травмы, которые, или раны, которые еще не зажили. Хорошо, какой матерью вас видят окружающие вас люди, да, те, которые с вами взаимодействуют, это могут быть коллеги, знакомые. Они вас видят какой матерью? Ну, такой, знаете, готовая на все ради своего ребенка, не подходил, убью всех прям вот такую, атакую такая жесткая, да, вот прям замочу, да, робот. Вот, знаете, ощущение того, что нету вот этих вот каких-то мягких, да, энергий, то есть здесь как будто бы, вот я же говорю, идет вот ощущение, что вы добытчик в семье, и это формирует ваш характер, да, что нету такого, что давай я буду просто любить, да, ребенка, да, как-то заботиться, а остальные вопросы, ну, решает мужская фигура. Нет, здесь вы, возможно, вы устали, да, вот прям очень чувствуется энергия такая, усталости, что вот прям хочется каких-то перемен, да, хочется вырваться, хочется, знаете, как-то вот двинуться вперед. Вот люди вас видят такой, знаете, достаточно целеустремленной и сильной личностью, что не совсем созвучно с архетипом матери в контексте того, что, ну, вот мягкости не хватает, да, а вот здесь вот как раз-таки именно и мать, и отец два в одном, да, и вот это вот прям очень-очень чувствуется. Что где-то вы как будто бы, знаете, потеряли, ну, вот эти вот ориентиры, да, какой должна быть мать. Здесь я вот прям чувствую физическую, да, усталость физическую, все на себе тащите. Вот так вот вас видят окружающие. Хорошо, какой матерью вас видит отец вашего ребенка, да, не обязательно это ваш муж, вы можете не состоять в браке, можете быть разведены, да, но здесь вот какой вас видит партнер, ну, скорее всего, отец вашего ребенка, да, какая вы мать, какая вы мать. Знаете, ощущение того, что вы прям как мать человек с огромным потенциалом, да, человек, который может все сделать действительно самостоятельно, он и знает как, и он и умеет, и у вас на все хватает сил, то есть он вас видит как человека, я не могу сказать, что вот с мужскими качествами, да, прям вот сто процентов, нет, но человек, который умеет решать, да, сложные задачи, человек, у которого огромная сила, человек, который может вести за собой людей, который может воспитывать, да, который находит правильные слова, когда разговаривает с ребенком, который может сказать то, что как раз-таки нужно ребенку. Но при этом он видит вас иногда человеком неуверенным, да, какие-то вот ваши сердечные раны касательно самооценки, то есть он видит, что здесь у вас вот какая-то проблема именно с самооценкой, с пониманием, да, себя, насколько вы цены именно в контексте матери, то есть ощущение того, что вы как будто бы не уверены, да, что вы вот хорошая мать. И здесь вот вы периодически можете входить в какую-то цикличность. Вот он вас видит достаточно душевный, да, видит вас такой светлый, видит вас человеком надежным и человеком, который, знаете, вот может поддержать, может сказать нужное слово. Но при этом он вас видит, ну, вы знаете, либо чересчур идеальный, да, либо в некой степени вы бываете достаточно холодны и резки, то есть как мать, то есть возможно, ну, вы слишком правильные, то есть иногда, ну, может быть и не нужно, да, как-то разговаривать серьезно с ребенком, а достаточно его просто обнять. Ну, бывают такие моменты. То есть, ну, вот здесь вот какой-то, знаете, вот прям, я бы сказала, больше как учитель, да, вы проходите в его глазах, нежели... Причем учитель не просто, который передает знания, а учитель, который немножечко еще и ранен, да, у которого вот самооценка не очень-то хорошо, да, то есть человек, который не... Ну, сложно сделать какой-то выбор, да. Почему вам сложно делать выбор? Вы знаете, вы такая достаточно цель устремленная, и вот здесь вот пока вот вы все не просчитаете, пока вы все не продумаете, да, вы, ну, не тот человек, который спонтанно может принять какое-то решение. Вот здесь вот краски вот этой не хватает, спонтанности, да, вот вы больше логик здесь проходите, да, мыслитель какой-то, да, человек-аналитик, ну, который держит всех на расстоянии. Вот это вот, скорее всего, то, что он видит некую такую дистанцию, то есть вы не проявляете, точно так же, как вас видят и окружающие ваши, да, не проявляете вот эту вот мягкость, теплоту. То есть ваша забота, она больше основана на диалоге, да, на каких-то равноценных взаимодействиях, да, с ребенком, то есть общение на равных, больше ему объяснять, больше ему рассказывать, да, вот как-то вот мотивировать, поддерживать. Но это вот как-то больше идет мужская роль, нежели женская. То есть нет вот этой вот карты не показали, здесь какую-то вот мягкость, да, теплоту, радость. Вот это вот, вот это вот все мимишеное, да, здесь ощущение такое того, что это не ваше. Это не ваше. Вот такая вот вы, мать, глазами разных персонажей. Жду вашей обратной связи. Мне будет очень интересно. посмотреть, что вам отзовется. Позиция номер два. Зелененький камешек. Что я не вижу. Да. Так, а какой вы себя видите, да, и как вы сами себя оцениваете? Вы как себя оцениваете как мать? Знаете, как мать, вот с одной стороны, вы, может быть, и чувствуете себя, ощущаете такой, знаете, вот, ну, правильный, которая, прежде чем что-то сделать, да, вот семь раз отмерит, прежде чем один раз отрежет, да. То есть, человека, который понимает вселенские законы. Человек, который вот что-то развивается, изучает, но при этом здесь, знаете, есть у вас какие-то разочарования, да, какие-то сожаления, ну, вот слезы, как-то вот горе, либо, ну, горюете в контексте, не то, что я вот такой вот горе-горе-боль, а какой-то утраты. И это связано, знаете, скорее всего, не то, что утрата, а какие-то вот сложности, да, которые связаны, либо что вы проходите какой-то кризис именно сейчас, либо свой кризис, да, какой-то среднего, может быть, возраста, либо какие-то трудности финансовые, да, но здесь есть однозначно какие-то сложности, которые вам не дают увидеть очень четко ваше будущее. То есть, с одной стороны, вы понимаете, да, как вам нужно, допустим, воспитывать вашего ребенка, да, либо взаимодействовать с вашим ребенком, да, как его развивать, а с другой стороны, то ли вам денег не хватает, да, на это, и вот если, допустим, у вас ребенок маленький, да, то ли, может быть, знаний как-то не хватает, и вот здесь вот вы горюете, то есть вы периодически, когда видите какие-то сложности, трудности, да, вы закрываетесь, то есть ваша реакция на какие-то проблемы, это, знаете, я бы так сказала, отдаление, да, может быть, игнор, может быть, вы увидите, что когда вам сложно, да, вы, ну, как-то вот, как мать, может быть, игнорируете, да, своего ребенка, вы закрываетесь, то есть вам нужно время, да, вам нужно как-то вот подумать, что-то разобраться, найти ответы на свои вопросы. Здесь ощущение того, что вот вам не хватает, знаете, как-то закрыть какие-то свои потребности, эмоциональные, наслаждения, да, вот как-то вам не хватает здесь наслаждения и удовольствия, вам не хватает какой-то легкости, здесь ощущение того, что либо очень рано пришел в вашу жизнь ребенок, да, и вот как-то вот вы сами как будто бы не нарадовались, да, как будто бы очень быстро повзрослели, вот, и с другой стороны, вы бываете такая, знаете, не то что мнительная, но человек тревожащий, да, то есть периодически как-то вы тревожитесь, боитесь, вообще здесь вот прям, не знаю, может быть у вас этап сейчас такой, то есть если мы не будем брать-то в общем, может быть у вас сейчас этап какой-то такой, как я сказала, уже достаточно сложный, вот, и либо эмоционально сложно, либо финансово сложно, но здесь вот какие-то трудности, да, может быть даже со здоровьем какие-то проблемы, и вот вы переживаете очень сильно и тревожите, здесь скорее всего может быть даже, я, знаете, мне кажется даже не столь тревожите за будущее своего ребенка, сколько за себя, насколько допустим, ну у вас будет все хорошо, чтобы вы как-то смогли помочь своему ребенку, здесь вот как-то так вы себя видите, но скорее всего здесь этап, да, данный период, не то что вы такой человек по своей природе, какой вас видит ребенок, а вы для него идеал, вот представляете, вот вы переживаете, как-то волнуетесь, да, как-то справлюсь, не справлюсь, получится или нет, а вы для него идеал, вы для него самое-самое лучшее, самая такая вот звездочка, очень яркая, знаете, вот здесь ощущение того, что ваш ребенок, он, не хочу сказать, что он мудрее вас, да, а здесь ваш ребенок, он показывает здесь какое-то, знаете, ощущение у него улыбка и постоянная радость, то есть понимание того, что насколько вы израненная, да, насколько вы нуждающаяся, и вот он, знаете, не то что он хочет помочь вам в этом, а вот он как будто бы, знаете, закрывает глаза на какие-то вещи, и вот он создает свой идеал, да, идеал своей мамы, который он видит, то есть ощущение того, что вот ваш ребенок полностью вас не воспринимает, он не воспринимает вашу боль, может быть, вы постоянно плачете, может быть, ну, не постоянно, периодически такая, знаете, ну, грустный, да, какая-то такая, но еще и все, не потому что вы по природе такой, знаете, человек, который любит там плакать или еще что-то, нет, здесь не про это, здесь про то, что бывают такие моменты, да, может быть, у вас настроение такое цикличное, да, и, ну, падает, и вот вы переживаете, вот эти моменты ребенок не хочет видеть, он видит вас тогда, когда вы на позитиве, ощущение того, что такое бывает не каждый раз, но вот он хочет до вас дотянуться, здесь такое, вы знаете, вот прям, ощущение того, что нету связи с ребенком, вот вы как будто бы замкнуты, да, в себе, сосредоточены как-то на себе, на каких-то страхах, переживаниях, там, чувстве вины, утраток, неважно, вот на каких-то своих негативных волнах, а ребенок постоянно к вам тянется, постоянно хочет видеть вот вашу какую-то улыбку, вот здесь вот ощущение того, что он уже не знает, что ему сделать так, чтобы вы улыбали, чтобы вы радовались, то есть не то, что он устал, он воспринимает разный, но и вы для него идеал, но он хотел бы, чтобы вы были, не то, чтобы другой, но чтобы не было горечи в ваших слезах, в ваших глазах, понимаете, чтобы не было вот этих слез, вот здесь, знаете, вот ощущение такой, какой-то вот нищеты, да, вот вы это транслируете, да, что нам как будто бы все время не хватает, да, мы постоянно в каком-то недостатке, дефиците находимся, и вот вам ребенок хочет показать своим состоянием, что, обрати внимание, да, у меня есть улыбка, мы уже, ну, как бы так сказать, мы уже здоровы, да, у нас уже все есть, может быть, он вам даже про это говорит, да ладно, мам, все хорошо, все будет хорошо, да, вот давай, я не знаю, протяни руку, и к небу, и ты получишь все, что нужно, вот что такое, вот ваш ребенок, он какой-то вот такой, знаете, звездный, он очень звездный, он очень душевный, он очень чувствительный, очень ранимый, здесь не тоже почему-то проходит мальчик, только, ну, если там был подросток, взрослый, то вот в этой позиции, да, какой-то такой, знаете, вот он вас как будто бы оздоровляет, что ли, очищает, вот он для вас как глоток с чистой воды, знаете, вот такое ощущение, что вот он подходит, может быть, это было в очень раннем возрасте, мне потому что здесь показывают маленького ребенка, который, знаете, вот подходит к маме, да, и вот так вот за щечки ее держит, это прям маленькие-маленькие ладошки, и говорит, мамуль, все хорошо, да, у тебя все, ну, тот, то есть ребенок все переживает, вот, вот он держит ваши щечки в маленьких своих ладошках, и вот прям, ну, хочет быть, это умиляет, да, то есть это вызывает вот это вот ощущение такое, мы же мой, ты мой герой, да, ну, то есть, какая у тебя чистая душа, вот здесь вот у вашего ребенка очень-очень чистая душа, здесь ваш ребенок, прям, знаете, вот он ощущение того, что он перетягивает, какой-то вот ваш негатив, да, он вас очищает, он ваш негатив перетягивает на себя, да, и здесь есть у вас связь, имейте в виду, что почему-то мне здесь показывают псориаз, если у вашего ребенка есть псориаз, это вот связано как раз-таки с психосоматикой, вот это вот грязное, да, ощущение того, что он перетягивает и вашу грязь на себя, ваши эмоции, да, и когда я говорю грязь энергетическую, эмоциональную, он перетягивает на себя, это вот с этим связано, то есть, ну, он вам помогает в этом, и, ну, вы прекрасны для него, вы прекрасны, я не знаю, кто кого лечит здесь, да, скорее всего, ваш ребенок лечит вас, хорошо, какой матерью вас видят окружающие, да, знакомые, коллеги, какой они вас видят? Знаете, здесь ощущение того, что, вот вы вроде бы, знаете, они вас видят заботливой, да, они вас видят вот прям матерью-матерью, потому что медведь, это всегда олицетворение защиты, это всегда олицетворение материнства, и не случайно на картах всегда медведи изображают в роли матери, потому что они очень заботливы, и они могут быть достаточно агрессивны, когда их детенышу, да, грозит какая-то опасность, то есть вас люди видят, знаете, вот как человека, который может быть даже иногда, какой-то не то, что вот корявый, неповоротливый, да, хочет превратиться, ну, здесь какая-то трансформация нужна, а люди видят вашу душу, но причем они ее видят, вот как будто бы за каким-то вот этим вот там воротом, да, я не знаю, то есть то, что вы показываете, да, люди понимают, что вы не такой человек, да, что внутри вас вы очень чувствительны и очень ранимы, а то, что вы показываете вот эту вот агрессию, да, вот эту вот непробиваемость, толстокожесть, это все не про вас, но при этом люди вас видят иногда, что вы как будто бы знаете своего ребенка, либо, да, если мы говорим про мать, да, вы как будто бы своего ребенка, да, держите на коротком поводке, то есть вы как будто бы не отпускаете его от себя, то есть это может быть, конечно же, связано и с вашими какими-то страхами, да, за вашего ребенка, но внешний мир же не знает, что у вас внутри происходит, люди видят по каким-то поступкам, по каким-то поведению, что вот вы как будто бы знаете на коне, и вы, как на ошейнике, на коротком поводке держите своего ребенка, связанные по рукам, по ногам, что он уже, знаете, вот как будто бы, ну, устал, да, от этого давления, устал от вашего контроля, да, и что постоянно указываете, что нужно сделать, как нужно, знаете, не даете какую-то вот свободу, да, своему ребенку, не даете, вот все время как-то его направляете, что нужно сделать, как нужно делать, вот чрезмерная, знаете, опека, опека именно из-за неуверенности, да, как будто вот не доверяете своему ребенку, что вот он способен, да, как-то вот себя отстоять, да, что-то сказать, если это маленький ребенок, да, вот все время вот это вот, ну, это недоверие, это не потому, что, ну, маленький, и надо о нем заботиться, нет, здесь даже если взрослый будет ребенок, вы все равно будете как-то вот заботиться, но здесь вот из-за того, что у вас есть какая-то привязка к этому ребенку, понимаете, вы в нем не видите какой-то вот, ну, зрелой личности, то есть здесь вот как будто бы вам выгодно, чтобы он был ребенок, да, и потому что вот эта вот связь, она у вас, ну, должна быть, она вам что-то дает, потому что ощущение того, что если вот ваш ребенок вырос, да, он потом идет, и вот вы теряете, ну, как будто бы как смысл в жизни, понимаете, и вот вам важно, чтобы ваш ребенок, независимо от того, сколько ему лет, да, там, и 20, и 30, и 10, вот чтобы он был в ваших глазах ребенок, то есть вы не видите в нем личность, вот постоянная вот эта вот забота, понимаете, опека, опека через мерное, вот такой вот у вас видят ваши знакомые и коллеги, вас как мать, да, ну, с чрезмерной опекой, но не в плюсе, ну, не очень это хорошо, да, вы не даете свободу, не даете полету своему ребенку. Какой матерью вас видит отец вашего ребенка? Которая все ждет у моря погоды, когда она станет такой, знаете, ну, вот самодостаточной, когда заработает достаточно денег, ну, знаете, вот такое ощущение, когда вы человек, который ждете, да, может быть, мечтаете, фантазируете, здесь вот я же говорю ощущение того, что вам не хватает каких-то ресурсов, энергии, здесь, может быть, знаете, вам физически какая-то, вот я почему-то вижу вас, знаете, вот сделали один-два шага, присели, отдохнули, здесь вам не хватает энергии, то есть даже на самом, вы не зажигалка, вы, знаете, вот прям с трудом передвигаетесь, да, если вот вы уже в зрелом каком-то возрасте, здесь ощущение того, что у вас ноги болят, у вас колени болят, да, то есть человек такой больной по жизни от того, что устал, да, но здесь вот психосоматика сработает, вот что-то вы долго ждете, да, много работаете, да, трудная у вас какая-то работа, я же говорю, может быть, знаете, вот здесь ощущение того, что меня смотрят здесь категория людей, да, если точно сказать, то это женщина, которым уже, ну вот где-то, наверное, за 55, да, может быть, 60, вот, может быть, вы работали, я не знаю, каким-то образом, мне почему-то то ли завод это, то ли еще что-то, в общем, вы в сапогах, и ноги в воде, вот постоянно холод и вода, постоянно, вот, знаете, вот по колено, ну, сырость, что-то такое, и поэтому вот здесь вот какие-то артрозы, артриты, вот что-то вот с костями, да, связанное от влаги, вот здесь вот какие-то вот простуды вот эти вот, такие вот тяжелые заболевания, может быть, работа какая-то вот здесь почему-то на заводе идет, какая-то вот рутинная работа здесь проходит, все для того, чтобы, знаете, вот как-то заработать денег и стать какой-то независимой, но при этом вас, партнеры, видят отец вашего ребенка, как человек, ну, видит вас мать, да, то есть вот этот вот архетип матери, который мы вкладываем в этот смысл, да, он вас видит, он вас видит хорошей матерью, иногда меланхоличной, да, вот иногда, что вот вы взгрустнете, иногда что-то вспомните, как-то, знаете, он вас видит такой, знаете, человеком, который как-то вот мечтает, да, о хорошем будущем, но при этом вот прикладывать какие-то действия нет, вот вы как будто бы стараетесь сохранить то, что вы уже имеете. Почему? Потому что, знаете, здесь вот не хватает вам сил, не хватает энергии на то, чтобы как-то реализоваться. Вот, может быть, вы и сами себе говорите, что вот мне не хватает, да, мне не хватает любви, вот здесь может быть как-то, не то, что человек, который плачется о своем одиночестве, да, но вот вы, по крайней мере, это ему транслируете, да, как мать вы хорошая, ну вот прям тяжело, тяжело вам, тяжело, трудно, не знаю, с чем это связано, не то, что вам не хватает здесь как-то финансов, либо еще что-то, а вот вам здесь не хватает энергии, понимаете, энергии на том, чтобы построить что-то. Вот такой вот, такая у нас была двоечка, жду в ваших комментариях, кому и что отозвалось, напоминаю, что не обязательно, чтобы прям все 100% было про вас, да, может быть, какие-то моменты, то есть я не ставлю ставки на то, чтобы прям было 100% совпадение, это общий расклад, ну, мне этого не нужно, и важно, чтобы у вас было понимание, да, того, что вы видите. Третья позиция, красный камешек, нам хватит времени, да. А какой вы себя видите как мать? Как вы себя оцениваете? Ну, здесь прям, знаете, человек себя оценивает как духовным наставником, как человеком духовно развитым, человеком правильным, с традициями, человеком, знающим, ведущим, который может научить. Человек, у которого есть связь с тонким планом, да, прям, может быть, вы религиозный, если для кого-то это вот прям важно, но здесь человек, который придерживается каким-то правилам, традициям, здесь вы себя прям считаете позитивный, энергичный, подвижный, самостоятельный, с прекрасной интуицией, но периодически бывают такие моменты, когда вы входите вот в какой-то ступор, да, то есть, ну, сами себя загоняете. И это с чем связано? Это может быть связано либо с искушениями финансовыми, я бы сказала. Я не думаю, что здесь король Пендакли у нас отыгрывается как отец вашего ребенка, хотя для кого-то тоже может быть, да, а для кого-то это могут быть именно финансы, то есть здесь искушение, вот прям, знаете, хочу, хочу большего, причем, знаете, не столько для ребенка, сколько вот вы для себя, да, для себя, вот мне не хватает каких-то денег для себя, чтобы получить какое-то удовольствие, да, искушает вот вас периодически. Искушает, и вы впадаете вот в какую-то, знаете, ну, апатию немножко, эмоционально падаете, когда вам кажется, что вот вы чего-то не можете приобрести на материальном уровне, да, для того, чтобы вот как-то вот подчеркнуть, может быть, как женщина, здесь вопрос, да, как женщина, что вот вы не можете иногда себя проявить, я не знаю, может быть, не хватает денег там на маникюр, на подстричься, может быть, еще что-то, вот вы начинаете себя заводить, но как мать, это внешне, да, вы можете казаться так, но как мать внутри себя, вы себя считаете, прям, знаете, и наставником, и таким правильным, что ли, другом для своего ребенка, ну, прям энциклопедия, да, такая человек с расширенными знаниями, да, но при этом, ну, то есть как вертикально, так и горизонтально, я имею в виду в плане развития, на, вы себя считаете хорошей матерью, да, вот так, но не в контексте заботы и передачи любви, а скорее всего в контексте передачи знаний, информации, да, вот с прекрасной такой, знаете, чуйкой. Хорошо, какой вас видит ваш ребенок? Ну, вот, знаете, вот мне хотелось сказать, что вот здесь вот как будто бы я чувствую какую-то амазонку такую, да, но не потому, что вы сильная, выливая, а потому, что, знаете, вот как этот, я не знаю, мудрец в женском лице, и вот ребенок вас не понимает, да, то есть ребенок вас не знает, потому что вы настолько разная можете быть, да, что его это путает, особенно если маленький ребенок, да, он не знает, как с вами выстраивать отношения, да, то есть он путается, потому что вы так часто меняете свои маски, вы так часто бываете разные, что та, которая вы есть на самом деле, человек вас, ну, ребенок вас не знает, вы как будто бы для него постоянно занимаетесь каким-то риском, да, вы вот на грани ходите, вот прям по полезному, разве, да, вот, то есть, ну, прям совсем на грани, либо вы слишком высоко стоите, либо вы в любой момент можете упасть как-то вот в пропасть, то есть здесь я могу сказать, что, ну, ребенку нелегко, по крайней мере, сформировать мнение вас, то есть он... он вас видит, что иногда бывают такие моменты, когда вы нуждаетесь какой-то помощи, либо он хочет помощи от вас, и как-то вот он не может до вас дотянуться, а иногда вы как маленькая девочка, да, у которой есть какие-то мечты, то есть, знаете, здесь ощущение того, что я не хочу никого обидеть, что вот как-то вот вы больше внимания обращаете на себя, да, на себя как на женщину, нежели как на ребенка, но это глазами вашего ребенка, то есть вы можете быть 24 на 7, да, а на 25-й час как-то отойти, и все, ребенок считает, что вы ему вообще внимания не уделяете, мы говорим то, как вас воспринимает ребенок, да, что внешне вы как будто бы кажетесь прям вот идеальной, такой, хорошей, а внутри себя как будто бы вам самой нужна какая-то помощь, либо он вас видел в таких моментах, когда, ну вот вам, вы как будто бы тонете, тонете, вам нужна свобода, вам нужен свежий воздух, вы, ну почему-то вас видят, да, что вот вы отвернуты, не чувствует ребенок связь с вами, вот я же говорю, почему, потому что он вас не понимает, вы настолько быстро меняете свое настроение, что, знаете, когда мужчины, точно так же, как и маленькие дети, то есть когда нету постоянства, им сложно понимать реакцию, да, другого человека, и когда ты не знаешь, что тебе ожидать от человека, ты не знаешь, как себя вести, то есть допустим, вот я сейчас скажу какую-то шутку, да, а я не знаю, как он на нее отреагирует, то есть она его порадует, да, либо мне лещей набьют сейчас, да, то есть вот здесь такое, и это не то, что пугает, а это не дает какой-то определенности, да, вашему ребенку, то есть вот этого чувства, да, связи с матерью, есть ли у него? Нет, у него, знаете, у него такое ощущение, что вот он постоянно за вами гонится, да, либо вот я же говорю, вот вы по королеве жезлов, вы как зажигалочка, да, вы такая достаточно активная, может быть для вас самореализация в социуме важная вещь, вот такое ощущение, что вот он постоянно за вами как-то гонится, да, то есть, мам, поиграй со мной, вот сейчас давай, вот пять минут есть, давай быстренько поиграем, и вот он как будто бы старается нагнать, нагнать время с вами проведения, вот он за вами не успевает, да, мам, ну ты же сказала, мы, допустим, там уроками займем, я сейчас не могу, я убегаю, вот здесь такое ощущение, да, что вы постоянно куда-то бежите, что вы постоянно чем-то занимаетесь, и вот ребенок, он просто сидит и наблюдает, а когда, когда ты, ну то есть раньше, может быть, он и бегал, да, и просил, а сейчас уже не то, что у него руки опустили, он просто сидит и наблюдает, а когда же будет мое время, да, то есть, когда ты уделишь мне внимание. Здесь очень много раны, да, здесь вот ваш ребенок, вот интересно, да, вот вы, может быть, действительно успешной женщиной в социуме, да, может быть, даже как и учитель, но при этом вы как-то, он вас видит саморазрушающий, да, то есть вы как-то сами себе причиняете рану. Ну, не знаю, почему он вас видит саморазрушающий. Он видит очень много боли вас, понимаете, и поэтому он как будто бы, если он маленький, он чувствует, что вот вы носите не свои маски, вы проигрываете не свои роли. Он травмы ваши видит почему-то. Вот он, нету у ребенка, вот здесь, вы знаете, по картам, нету вот ощущения вот этой вот радости, да, олицетворения того, что мама, это вот, я не знаю, там, запах печень по воскресеньям, да, либо запах блинчиков на кухне, либо еще что-то, либо какой-то праздник. Нет, здесь мама либо бежит, либо мама хочет вырваться на свободу, либо у мамы какие-то травмы, и она как-то сама себя винит, как-то сама себя ругает, и, ну, членовредительством занимаетесь, понимаете, как-то сами себя разрушаете. Какой матерью вас видят окружающие и знакомые коллеги? Ну, вот прям карты и показывают то, что, ну, вот они видят вас как человека, который занимается самопознанием. Вот самое интересное, что вы занимаетесь самопознанием, вы себя изучаете. Может быть, вот в эти процессы, когда вы сами себя изучаете, попадаете, вот, не то что вот в эту депрессию, вы вскрываете эти раны, и ребенок, особенно если он, ну, маленький, и он чувствует вас энергетически, то есть вы здесь как будто бы собираете себя по пазлам, да. И может быть, у вас в жизни что-то произошло, и сейчас такой этап, когда вы собираете себя по кусочкам, но при этом люди вас видят успешным человеком, да, вы командный игрок, вас видят вот в социуме, что вы зарабатываете прекрасно, да, что вот вы прям ни в чем не нуждаетесь, что вы достаточно общительная, да, такая коммуникация, вы очень сексуальная, то есть обращаю ваше внимание, из трех позиций только на вас выпала эта карта, что вы очень сексуальная, вы очень привлекательная, вы прям огонь женщина, за вами все мужики бегают, вы прям такая, я не знаю, не то что порочная, а вот вы как магнит, ну, то есть у вас все хорошо, понимаете, и в профессиональной сфере, и с финансами у вас все хорошо, и с мужчинами у вас все хорошо, но не при этом вы занимаетесь, ну, духовными какими-то практиками, что-то там узнаете о себе, то есть люди вас видят идеально, да, то есть вы прям, а как мать, как они вас видят, ну, то есть по всем сферам прошлись, а как мать, они как вас видят, а как мать, они такое ощущение, что вот вы, либо только сейчас у вас зарождаются какие-то материнские инстинкты, либо вы здесь как будто бы сами себя держите под замком, ну, то есть не показываете чувства, эмоции, понимаете, вы не транслируете, вы как будто бы вот в темницу, то есть все, все хорошо, а вот как мать закрыта здесь, хорошо, и последний вопрос, какой матери у вас видит отец вашего ребенка, ну, вы на выборе, да, принять какое-то решение, а с чем связан выбор? Знаете, есть ощущение того, что он вас не столь видит как мать, сколько как все равно акцент идет на бывшего партнера, как будто бы вы его партнер, ну, то есть как женщина в вас видит, да, не обязательно там, может быть, вы не в разводе, может быть, вы вместе, но он вас видит именно как женщину, такой, знаете, приятную, мягкую, стабильную достаточно, но при этом прямолинейную, да, которая свою точку зрения скажет, очень душевно. Здесь ощущение того, что вы, он вас видит, ну, да, которая может любить, он вас видит, понимаете, он вас не видит как мать, он вас видит как женщину, да, вот именно для любви, для какой-то, знаете, вот стабильности, ощущение того, что он вас видит как будто бы для гражданского брака либо совместного проживания, но никак не для традиционной какой-то семьи. Для любви вас видит. Да, для любви вас видит. Ну, он может быть, ну, как мать, блин, вот не идёт мне, не видит он вас как мать. Он вас видит, понимаете, творческую, вот он вас видит, творческую личность, он видит, что вы как будто бы связаны как-то по рукам, по ногам на своей профессиональной сфере, да, как будто бы вот вы закрываетесь от этого материнства, да. Вы держите его настолько глубоко внутри себя и не показываетесь, не то, что вы плохая, Май, да, вот вы, скорее всего, даже как друг больше для своего ребёнка. Да, вы готовы помочь, там, я не знаю, чему-то научить, защитить, но не более того. То есть как мать, он вас почему-то не видит. Он вас видит вот именно в реализации. Я же говорю, здесь вот третья позиция, как будто бы вот одни профессионалы, то есть, ну вот, это нехорошо и это неплохо, да. Почему? Потому что, ну, не все, не все имеют вот это вот, знаете, желание прям, не знаю, воспитывать, расти детей, как принято, да. То есть есть люди, которым важно, да, ну вот социум, важно проявление себя в профессиональной сфере, да. То есть здесь для вас, может быть, реализация в социуме, она намного важнее, чем ребенок. Я не говорю о том, что вот прям вот голодает. Нет, все прекрасно у вашего ребенка. Но просто нету вот этой вот связи. Вот, например, по второй позиции, у нас здесь были достаточно болезненные такие связи, когда мать прям вот именно привязывается к ребенку. То есть она не дает ему свободы, да. Она вот прям создает зависимость, да, от своего ребенка. А вы наоборот, здесь наоборот какая-то, знаете, вот свобода такая, да, делай типа, что хочешь. Я себе дала свободу, ну, то есть ты реализуйся. Я не говорю, что здесь нету в общепринятом понимании именно вот этой, знаете, сверхопейки, прям вот чрезмерной заботы. Да, есть одежда, да, есть что поесть. Отвезли ребенка в школу, там, привезли, там, я не знаю, что такое. Ну, вот так. Ну, связи душевной нету. Это не говорит о том, что вы не любите своего ребенка. Это просто показатель того, какой вы характер. Я всегда говорю на моем канале об уникальности каждого человека. Вот. И нету такого, что если прям ты не заботишься в прямом смысле о ребенке, прям, если его не обнимаешь, не целуешь, что ты плохая мать. Нет, ни в коем случае. Мы все разные. И если душа ребенка выбрала родиться именно у вас, значит, именно такой опыт ей нужен, да, для развития. То есть, ну, представьте, если бы все матери, они были, ну, одинаковые. Как бы мы тогда развивались? Есть, наоборот, семьи, ну, в которых, которые не очень успешны, да, даже те же самые семьи, где матери, например, алкоголички, а дети их просто обожают, да, а если, наоборот, когда ты отдаешь душу ребенку, чрезмерную, да, он этого не ценит. У каждого свой путь. И я этим раскладом краски хотела показать, что не нужно как-то огорчаться, да, и говорить, что вот я плохая мама, там, либо я хорошая мама. Нет, вы такая, какая есть. И просто узнать себя, да, немножко с другой стороны. И если вам что-то не понравится, да, вы можете изменить. А если не хотите ничего изменить, то просто принимайте, и это тоже классно, это тоже супер. То есть, мы на этом канале учим, изучаем себя, какие мы есть. И самое главное, надо сначала принять это. И вот когда мы принимаем, тогда мы можем что-то изменить. Когда мы не принимаем, нам сложно будет что-то изменить. Вот в чем посыл данного расклада. Я надеюсь, он вам понравился. Я благодарю Солнцу, Солнцу за идею данного расклада. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.